Десятки тысяч километров с крестом и молитвой проехали и прошли участники автомобильного крестного хода Святая Русь. Крестного хода, соединяющего земли православного мира во многих странах Европы и Азии, земли исторических Российской и Византийской империй. Летом 2023 года молитвенное шествие с уникальной святыней прибыло в сочинскую епархию. Триединый крестный ход, который начался еще в 17-м году, мы вышли из далекого города Магадана с иконой Казанской Божьей Матери Державный Покров, список, который находится слева от спасителя, копию, а также держу в руках. Эта молодая икона была написана в 12-м году, хотя сам казанский образ он старинный, давно обретенный, но эту икону писали в 12-м, она с житейной сценой. Внизу под образом Богородицы изображен священномученик Патриарх Ермоген, это 1612 год, который благословляет двух наших доблестных воинов, князя Дмитрия Пожарского и Казьму Менина с народным ополчением идти на Москву, освобождать ее от литого польских захватчиков и прекратить ту великую смуту, которая била нашу страну к распаду. Вообще всю историю нашей великой Родины, нашей России Матушки, наши воины освобождали ее от иноземного ворога с помощью небесных сил, с помощью Господа нашего, под окровом Пресвятой Богородицы и таких примеров сотни тысяч. Это и 1612 год, как показано здесь на житейной сцене. Это 1812 год, когда на нашу землю пришли французы в главе с Наполеоном, состоялся крестный ход в Бородино и французы были прогнаны с нашей земли. И перед Полтавской битвой по приказу Петра Первого тоже прошли крестным ходом перед нашими воинами. И шведы, которых, кстати, в два раза было больше, чем русских, это была самая сильная армия в Европе на тот момент, были разбиты. И в сорок первом году, когда в очередной раз коллективный запад пришел на нашу землю с войной во главе с Гитлером по приказу Сталина, три раза облетели вокруг Москвы, три раза вокруг Ленинграда и немцы не смогли ни в тот, ни в другой город вступить. И вот когда мы были в Волгограде, нам бабушки рассказывали, что они помнят себя еще маленькими девочками, когда перед приходами немцев, над городом, над Волгой стоял большой лик Богородицы, Царица Небесная Блакова. И это чудо видел весь город, нам батюшки даже показали это место, где это чудо произошло. И тогда было принято решение, несмотря на запрет властей, пройти крестным ходом по берегу Волги. И крестный ход состоялся, и немцы, которые захватили всю Европу, пол России прошагали, в город вступили, а вот до Волги сто метров они так и не смогли дойти. Вот эти несчастные сто метров песчаного пляжа с танками, с гранатами, с пулеметами, а вот как в стену уперлись. И там сломали хребет гитлеровскому гаду и погнали с нашей родной земли. И вот когда в очередной раз коллективный Запад поднял свою, простите меня, поганную голову и опять пришел на нашу землю с войной. Мы пошли с этой иконы, обнося все границы нашей великой Святой Руси, молясь перед этим образом, прося помощи у нашей Матушки Богородицы, чтобы она защитила нас, покрыла нашу землю православную своим небесным афором. Или, как икона называется, державный твой покров, эти слова взятые из тропаря. И когда мы прошли по всей Руси, мы первообраз этой иконы передали в дар нашему главнокомандующему, нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину, в знак того, что Русь жива, и мы молимся за нее. А вторая копия иконочки была подарена нашему Святейшему Патриарху, и сейчас, по его благословению, она находится в главном храме вооруженных сил в Подмосковье, на Кубинке, где Святейший является настоятелем. Ну и, конечно же, в каждом городе, в каждом храме, где нас встречают, хотя это не только храмы и монастыри, мы прошли по многим воинским частям, воинским объектам, буквально до Нового года были на Донбассе, молились с нашими солдатиками, офицерами этого образа. Обнесли этой иконой все космодромы России, все флоты, и вот в каждом храме мы оставляем в дар копию этой иконочки. Вот хотим и эту икону передать в дар для вашего храма, на память о нашем крестном ходе, чтобы вы всегда могли подойти по молитве этого образа, не только за себя, любимых, но и за нашу страну российскую, за наши власти, за наше воинство. А в свете последних событий, дорогие мои, вы сами видите, что творится, наши с вами молитвы очень сильно нужны нашей Родине. Ведь я так понимаю, что и в вашем городе есть воины, которые сейчас там, на передовой, защищают нашу Родину. Есть такие? Конечно, есть. Ну а кто, кроме нас, православных, будет вымаливать их у Господа Бога? Кто будет вымаливать нашу страну российскую, у нашего Господа? Поэтому, батюшка, попросим вас с нижайшим поклоном на память от нас, от нашего крестного хода. Примите в дар казанской образ Божьей Матери, державный фокров. А в 2018 году мы продолжили свой путь с нашей второй святыней. Это магаданский образ Божьей Матери. Так как одни из организаторов нашего крестного хода являются инвалиды Магадана, это их неместочтимая икона, которая с нами шествует. Здесь, если посмотреть на иконочку, внизу изображена сопка рядом с городом Магадан. Именно на дне, 18 августа 1989 года, Царица Небесная в сопровождении двух архангелов была явлена одному из прихожан и передала слова для нашего народа. Они вот здесь начертаны на скрижалях. Спасение за прощением, а прощение за покаяние. Что это значит? Это значит, что спастись мы сможем и достичь Царства Небесного, если наш Господь простит нас за наши грехи. А ведь простит Он нас только при нашем покаянии. Ведь нашему Господу что от нас надо? Только наши открытые сердца, наше покаяние, больше ничего. И вот Царица Небесная нам с иконой об этом еще раз и напоминает. Спасение за прощением, а прощение за покаяние. Вот который год эта икона также шествует с нами по всей России Матушке. Прославляем ее, рассказываем про нее. Хотим вот копию также передать в дары для вашего храма, чтобы частичка того далекого города была и здесь в вашем храме, от инвалидов Магадана, нашего крестного хода. Магаданский образ Божьей Матери. Спасение за прощением, а прощение за покаяние. Ну а в 19-м году мы продолжили свой путь с нашей главной святыней. Это копия небоявленного живутворящего Иисусова Креста. Он был уявлен 11 июня 1423 году на Сахотских болотах. Это была раньше Ростовская область России, ныне это Ивановская область. Как сказано в преданиях, пастухи, которые пасли скот на болотах, увидели в небе красивый столб света, спускающийся с неба крест, а рядом с неба униковышка чудотворец с Евангелем в руках. И глаз от креста вещал. Будет на сей месте дом Божий, благодать Божья. Аще кто с веру и любовью приидет, тому будут великие исцеления чудеса от желтворящего креста Господня. И, конечно, увидав такое чудо, услыхав глаз Господень, пастухи пали ниц. А когда очнулись, побежали, рассказали об этом чуде правящему архиерею. И владыка Дионисий повелел на этом месте поставить храм. Но когда пришли строители, они увидели болото. И по своей человеческой немощи решили храм ставить не там, где Господь велел на болотах, а подальше, где была суха. Наши предки были великие, могучие люди. И храмы, можно сказать, за сутки поднимали, сругу рубили. А вот здесь работа что-то не заклеилась. Три венца срубили, устали и легли спать. А утром, когда проснулись, глядь, а рядом с собой не то, что бревнышко, щепочку не нашли. И вот Господь вел чудо. На месте, где было болото, за ночь земля вздыбалась, образовался холм. Прошел поток воды, смыл эту болотистую жижу. И на этом холме они увидели свой сруб. А в нем и крест стоял. И понятно было, что храм здесь и надо поднимать. И храм был поднят. И весь об этом чуде моментально растеклась по всей Руси. И со всех уголков стали стекаться люди, приложиться к Господу нашему, помолиться этой святыне. Как Господь и обещал, были и исцеления, были и чудеса, и благодать Божия на людей сходила. Даже специального дьякона посадили, который ввел записи об этих исцелениях. Но храм, к сожалению, горел несколько раз в старинной записи, утраченной в огне. Причем прихожане, которые пытались крест вынести из огня, но он им не давал, состоялся как каменный. И потом, когда они в ужасе разгребали пепелище, в надежде найти какую-нибудь церковную утварь, они находили и крест. Причем целый, невредимый, он даже не чернел от копоти. Вот такое чудо тоже являл Господь. Ну а в богоборческие времена пилить пытались, пиво ломались, стреляли в него, пули отскакивали, кислотой обливали, бесполезно. Видя, что люди прикладываются к ножникам, обливали ножники каким-то вонючим, отработанным трансформаторным маслом. Потом Господь являл чудо, на следующий день это масло начинало глухать, как букет рос. Шесть здоровенных мужиков пытались крест вынести из храма, на миллиметр не могли сдвинуть. Один ретивый комсомолец в богоборе схватился топор, крича, «Я не верю в Бога, я верю только в свои силы». Пытался рубить крест, но крест отскакивал, топор, вернее, отскакивал, как от камня. Хотя маленькую щепочку на левом мизинчике он смог отколупнуть и радостно закричал, «Я победил Бога, это просто деревяшка, рубите дальше». Сам пошел домой, стал рубить дрова, и у него топор, отскочив от полежка, на том же самом месте у себя на левом мизинчике поранил кожу. Ну, вроде ранка-то ерундовая, но, видать, занялся какую-то инфекцию, какую-то гадость, и целую неделю ноженько болело. Господь-то ждал покаяния. Так и не дождался. В итоге гангрена, и человек в проклятие умер. Господь, поругаем, не бывает. А вот одна маленькая монашенька, понимая, что от креста бесы просто так не отстанут, ночью взвалив его на себя, и крест ей поддался, став легкой пушинка. И вот всю ночь 8 километров вместе с келенинцей они его несли, спасая в соседнее село, в соседний действующий храм. До этого 6 мужиков сдвинуть его не могли с места, а маленькая монашенька 8 километров, не напрягаясь, спокойно донесла. Это село Гаденово, это уже Ярославская область, где крест спасли и сохранили. По сей день первообраз там и находится, село Гаденово, Ярославской области. По сей день туда приезжает множество автобусов с паломниками, с богомольцами, да и просто с туристами. По сей день там чудеса происходят. А это точная копия один в один того креста, который был уявлен 600 лет назад на Сахотских болотах и спасен в селе Гаденово. Изготовленный крест в городе Уфе, в Башкирии. При крестовоздвиженском храме есть артель уфимский иконостас. Вот наши братья-умельцы в 19-м году на Страстной Седмице специально для нашего крестного хода этот крест и изготовили. Первоначально мы с ним планировали пройти только по прямой по всей России, от Владивостока до Киева. Но прежде мы его доставили в город Екатеринбург, где его освещал митрополит Кирилл, в храме на крови на месте убиения царской семьи. Затем мы его доставили в город Владивосток и 9 мая 19-го года после молебна прошли в бессмертном полку с жителями этого славного города и официально начали свой молитвенный путь. Прошли Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье. Обнесли крестом многие северные города, молились в Архангельске, Мурманске, Северодвинске. Обнесли крестом в Ленинградскую область, это вотчина нашего святейшего. Были на Вуаме, на Соловках. Вернувшись на материк, несколько дней жили и молились в Санкт-Петербурге, в Казанском кафедральном, в Александро-Невской лавре. Оттуда через Псково-Печорскую лавру двинулись на запад, через Витебск, через Минск, добрались до Бреста, где присоединились к польскому православному крестному ходу, который каждый год с Польши, с Гайновки, через Брест ходит на Почаевскую лавру. С ними попытались пройти на Украину, но из БУ они нас отслеживали и нас они не пропустили. Но крест они тронуть не посмели. И наши братья-белорусы донесли его до Киева. И потом мы смотрели видео, когда вот этот великолепнейший крестный ход от Владимирской горки до Киева-Печерской лавры. Сотни тысяч жителей Киева и других городов Украины с Иисусовой молитвой идут, несут цветы иконы, в том числе этот крест. И потом, когда его поставили, целый час к нему шла очередь приложиться к святыне, помолиться Господу нашему. И мы слышали по видео, как они молились. И молились-то они не за Россию, нет, и не за Украину, а молились-то они за Русь святую. Так и говорили, мы один народ, мы одна нация, временно разделенная бесами. Ну а потом крест перенесли в Почаевскую лавру, неделю он стоял на праздник Почаевской Божьей Матери. И каждый день десятками автобусов со всей Украины стекались приложиться к святыне, когда люди узнавали, откуда крест пришел. С России, аж с Дальнего Востока. Ну а затем крест вынесли на территорию Беларуси, и вроде все, миссия наша была завершена, как мы и планировали, Владивосток-Киев. Но, как говорится, хочешь рассмешить Господа, расскажи им о своих планах. Нам позвонились в Патриархии и предложили с этим крестом пройтись еще и по странам Европы. И вот через Питер, тогда еще был 19-й год, границы были открыты, мы взошли на территорию Финляндии и пошли обносять этим крестом такие страны, как Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Сербия, Македония, Греция. Это я просто перечисляю страны, где мы двигались. Конечно, везде, где были храмы Московского Патриархата, везде служились молебны, читались акафисты, молились с нашими соотечественниками, которые там проживают за нашу Россию-Матушку. А братья-сербы, так нас вообще неделю от себя не отпускали, пока по всем храмам и монастырям не провели, не успокоились. В Греции мы три дня жили, молились на святой горе Афон, связанном по Телимовском мужском монастыре, вместе с монахами-афонитами у этой святыни за нашу Россию-Матушку. И настоятель, узнав о нашем прибытии, услыхав наш рассказ, был освоил нас идти дальше и привозил этот крест к гробу Господню в Иерусалиме. А чтобы попасть в Иерусалим по суху, надо было пройти еще две страны, это Турцию, бывшую Византию, Сирию. Причем в Турцию нас сначала не пустили, на границе нам сразу сказали, у нас страна светская, атеистическая, любая религиозная тематика под запретом. Но у нас, если кто видел, вон газелечка вся расписана нашими русскими святыми, поэтому нам сразу сказали, на границе даже не мечтайте. Мы вначале расстроились, потом подумали, а что нам расстраиваться? Мы же русские, мы же казаки, и мы сделали вторую попытку, ну правда через Болгарию. А вот здесь Господь видел чудо, когда турок-таможник открыл дверцу нашей газели, увидел распятие, он прямо вскричал, ой, это ко мне сам Иса пришел, меня, говорит, Иса зовут, и ко мне сам Иса пришел. Так они почитают нашего Господа под именем Иса, правда не как Бога, а как пророка. И увидев нашу икону, он скричал, ой, Марьям ко мне сама пришла. Так они почитают нашей матушкой, зовут ее Марьям. Я первый раз, говорит, он нам вижу таких русских, которые так рьяно относятся к своей вере. Я не имею права вас пропускать, но что-то в душе мне подшептывает, что я вас должен пропустить. И он нас пропустил, вот так вот мы двинулись по Турции, и потом, когда мы смотрели карту, оказывается, мы ее просто перекрестили крестом. Сначала прошли от Стамбула, вот так по диагонали до границ Сирии, но там шла война, и нас не пропустили. Потом по побережью вернулись назад в город Дембре, там где когда-то служил епископом наш любимый в семье Николашка Чудотворец. Там тоже поставили крест, помолились. И оттуда опять же через всю Турцию по диагонали прошли до границ Грузии. То есть реально через всю Турцию мы прошли крестом. Андреевским, правда, но крестом. И даже когда проходили пролив Босфор, немножко осмелели, вынесли крест из машины, поставили он проливом, встали на колени, начали читать Акафис. Русский крест воспрял над проливом Босфорт. Обнесли крестом Грузию, Болгарию, Румынию, через Польшу к концу лета 19-го вернулись домой в Россию. Прошли по западным рубежам, молились в соборах Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Белгорода. Обнесли крестом по благословению митрополита Митрофана Луганскую Народную Республику, по благословению митрополита Вариона Донецкую Народную Республику. По благословению митрополита Лазаря обнесли города Крыма и даже главнокомандующий Черноморским флотом, узнав о нашем прибытии, благословил нас обнести Черноморский флот. Выделили у нас свой отмировательский катер и целый день мы шли по бухте, обнося этим крестом боевые корабли, подводные лодки. Потом было принято решение идти обносить крестом южные рубежи нашей Родины. Прошли по городам Майко, Пархыс, Нальчик, Вадикавказ, Беслан, Грозный, Махачкала, Моздок. Везде, где были храмы Московского Патриархата, везде служились молебны, читались акафисты. Несколько дней жили в Ставрополе, молились в Кафедральном соборе за нашу Россию и Матушку. Потом была Элиста, Калмыки, в Кафедральном соборе молились за нашу Россию и Матушку. В Астрахани сам митрополит нас встречал в Кремле. Весь город пришел приложиться к святыне Каспийскую флотилию, обнесли крестом. Потом был город Волгоград, несколько дней обносили все храмы этого святого города. И так вот к концу осени 19-го добрались до Москвы, где в главном храме, храме Христа Спасителя, был отслужен благодарственное молебен. И на Красной площади в Казанском храме поставили этот крест, помолились за Россию и Матушку. Двинулись на восток, были в Дивеево, принесли крест по вогородичной канавочке. Декабрь 19-го года, январь 20-го шли по Якутии, по Галыме. Здесь было такое чудо, что морозы на трассе находили до 55 градусов, и все машины вставали от того, чтобы масла в двигателях от такого мороза просто в комок превращалась. А наша газель с крестом двигалась. И ровно к Рождеству 20-го года мы добираемся до Магадана. Весь город нас встречал, углаясь с Владыкой Иоанном. И по благословению мы пошли по восточным рубежам нашей родины. По зимнику обнесли полностью Чукотский край. Добрались до самого крайнего города России на северо-востоке. Были в Анадыре, Анадыре это столица Чукотки. Оттуда на самолете нас переправили на Камчатку, обнесли Камчатский край за две недели, все храмы этого полуострова. Потом на пароме нас доставили на остров Сахалин, прошли по этому острову с крестом. Далее пограничники на вертолете с крестом нас доставляли на каждый остров Курильской гряды, вплоть до Кунаширы, на границе с Японией. Вернулись в Владивосток, выдохнули. Миссия завершена, крестом мы обнесли всю Россию Матушку. У нас был жесткий график, один день, один город. Причем шли мы только по городам-миллионникам, напрочь откидываем малые города, поселковые храмы. Россия очень большая страна. И вот тогда было принято решение до 11 июня 1923 года обносить епархию за епархией, все митрополию нашей великой страны, чтобы все жители нашей Святой Руси могли приложиться к этим святыням, помолиться Господу нашему. Но еще раз повторяю, Россия очень большая страна, и до 1923 года мы не смогли даже полностью две трети всех епархий обнести, при условии, что крест не останавливается ни один день. Даже в пандемии он двигался, меняя храмы за храмами. По благословению вашего владыки начали движение по вашей благоспасаемой земле. Придут, приводятся к этой святыне, в которых, не побоюсь этого слова, молилась вся Россия от Владивостока до Киева и не только. Субтитры создавал DimaTorzok